Доброе утро всем, мои дорогие зрители! Не верю, что я снова в таком облике вообще снимала видео. Вчера покрасили меня, как вы видите, что остались, вот если вот так вот делать, беленькие такие волосы здесь. Потому что они были полностью обесцвечены, и как бы понятное дело, что им потребуется несколько раз, чтобы они превратились вот в такой режим. И я уже на входе. И сегодня иду на работу, снова как русалочка. Я себя реально с таким цветом, я себя ощущаю арель. Мне хочется расчесываться этим, я так всегда проверяю, всегда проверяю, не знаю, мне такая дебильная привычка от моего парня, проверять все время почту. Хотя я понимаю, что мне ничего не должно прийти, я все равно это проверяю. Иду на работу, так не хочется идти на работу. Купец какой-то. Вчера меня красили до 12 ночи, потому что я с учебой поздно пришла. И да, это была жесть. Блин, почему я не засняла, как меня красили. В блондинку я, наверное, больше никогда не вернусь. Хотя никогда не говоря, никогда не говори никогда. Потому что в рыжую я тоже говорила, что я не вернусь. Мне очень быстро все надоедает на мне. То есть полгода это мой максимум, когда я могу проходить с одним цветом волос. С блондом я ходила... Ой, я долго ходила. Где-то от 10 месяцев в 11 месяцев я ходила с блондом. И вот снова пришла к исходам. Короче, против чего боролись, на то и напоролись, скажем так. Но мне нравится. Напишите в комментариях, как вам мой новый цвет волос. Потому что я кайфую, поэтому даже если вы напишите, что мне дерьмово, я все равно буду его носить. Но в любом случае, мне интересно ваше мнение тоже. Все, всем хорошего дня. Целую. Блин, знаете, в чем вот прикол? В чем не прикол, а моя проблема? Что весь мой гардероб сейчас под блонд. Да, я гардероб всегда сочетаю с цветом волос. Поэтому последние мои купальники были основаны на том, что я перекрашусь в конечном итоге. Потому что под блонд они вообще не смотрятся красиво. Да, у меня захвостки по этому поводу очень большие. Допустим, когда я была блондинкой, и когда я была брюнеткой, брюнеткой я очень любила носить красный. У меня было очень много красного гардероба. Я считаю, что брюнеткам очень идет красный. Как рыжим идет красный, я не знаю. Это так же самое, как и розовый. Розовый раньше вообще не ассоциировал с рыжим цветом. Но сейчас мне это даже нравится. Особенно такой розовый мариновый фукси. Фукси. Под рыжие волосы. Ну, я прям очень кайфую. В общем, надо смотреть. Снова перебирать весь свой гардероб. Под новый цвет волос. И поменять цвета, цветовую гамму. Потому что в блонде я любила носить голубые оттенки. Насколько они будут красиво смотреться с этим цветом волос. Надо проверить, надо посмотреть. Потому что все оттеночно тоже зависит. Более теплый голубой, более холодный голубой. Более теплый блонд, более холодный блонд. Фу, блин, блонд. Ну да, и блонд тоже, в принципе. Но рыжий. Я хотела сказать рыжий. Блин, ужасно болит рука держать. Ну, что, значит, давно не снимала в блоге, по-моему. И я так хочу что-нибудь съесть. Потому что я ничего не позавтракала. Я даже скинула, что я хотела две пироженки съесть. Но я в итоге почему-то решила, что я не хочу. Поэтому сейчас придется где-то остановиться. И съесть мне что-нибудь. Что-нибудь, от чего меня не разнесет. Еще у меня есть такая тема, что если мне, допустим, я выбираю сейчас сумки и думаю, какую сумку купить. Или купила новую сумку. Я все время смотрю, какие у людей сумки. Если я хочу обувь, я все время смотрю, какая у людей обувь. А если я вот покрасила волосы, я все время смотрю, какие у людей цвета волос. Я не знаю, это только я или все люди так, но это просто жесть какая-то. Вот у меня реально всегда так. Я, допустим, когда покупала свои Airpods, я, допустим, смотрела на людей, ходят ли вообще люди с Airpods. Типа, у скольких людей есть Airpods? Я не знаю, короче, это очень странно, максимально странно, я знаю. В принципе, мнение людей меня не очень колышет и волнует. Ну, примерно около двух лет. Ну да, где-то так. Раньше я была очень зависимой от того, что мне думают окружающие. А сейчас я очень нравлюсь себе, люблю себя. И мне вообще пофиг на всех остальных, что они как бы считают про меня. Всегда важно мнение, всегда важна критика, конструктивная критика. Не спорю, всегда есть куда расти. Никто не идеален, но я с собой вполне довольна тем, что я делаю, тем, куда я иду. Не в плане на работу, а в плане, куда двигаюсь по жизни. Как я мыслю, как я развиваюсь. И я каждый день делаю что-то для себя. Каждый день делаю что-то, чтобы продвинуть себя на шажочек, на два, на три. Какое-то саморазвитие. И да, поэтому мнение окружающих меня меньше вовнует, потому что я сама знаю, чего я стою, к чему я стремлюсь. И знаю, что у меня это будет, всё, к чему я стремлюсь будет. И у вас это тоже будет. Просто верьте в себя, работайте над собой. Всё будет чики-пуки. У нас на площадке всегда есть запах еды. Я просто не понимаю, где у людей находится кухня, насколько близко к двери. Или что они там такого готовят, чтобы прям настолько стоит запах. Всем привет, ребята. Ко мне приехал Леор. И знаете, что у нас произошло? Почему у нас не работает кондиционер? И я просто не знаю, что делать, потому что жарко. У нас были вот такие, как они называются, вентиляторы. И я не понимаю, как там настроят, чтобы выходило поменьше воздуха. Точнее, не поменьше. Короче, сейчас вам покажу. Я так подумала, что, скорее всего, вот эта вот, эта температура, которая выходит отсюда. Потому что я поняла, что такой кондиционер, фу, вентилятор не может такого делать. Он просто гоняет существующий воздух. И, скорее всего, вот это, это просто написано, что сколько градусов в комнате. Так что у меня в комнате, походу, 29 градусов. И это гоняет просто 29 градусов. Ну, короче, это жесть. Сегодня я уже съездила на учёбу. А Лёрка мне приехал после работы. Поэтому мы спали. И сейчас в 6.30 или что-то такое. И знаете, что мне приснилось? Мне приснилось, что мы пошли в Макдональдс. Точнее, я. А там уже было закрыто. Я говорю, пожалуйста, сделайте мне бургер. Пиздец. А они такие, типа, нет. Там уже закрыто. Я говорю, пожалуйста. И я проснулась. Я говорю, Лёрка, мне приснилось, что мы пошли в Макдональдс. Он такой, ты что, голодная? Я такая, угу. Не знаю, что сейчас будем решать. Хотели пойти в кино. Я очень хочу на «Однажды в Голливуде». Потому что видела сегодня трейлер. И сегодня видела рекламу на остановку. По-моему, сегодня первый день этого фильма. Как он вышел на экраны. И мне очень хочется его пойти. Это для «Однажды Ди Капли» с Брэдом Питой и Марго Робби. Это три актёра, которых я просто обожаю. Поэтому не знаю, что с будем думать. Либо покушаем действительно бургер. Потому что мне очень хочется после этого с нас кушать бургер. Либо будем кушать дома. Потому что я разморозила корочку. И можете сделать какую-нибудь рис, пасту или ещё что-нибудь. Вот так вот. Я не буду делать эти дебильные готовки. И там снимать рецепты. Потому что у меня рецептов сегодня было. И нет. Я курицу либо запекаю, либо варю. Жарю очень редко, но иногда жарю. Потому что я стараюсь совершенно не жарить. Жарко приводит к раку. Поэтому для всех тех, кто жарит, не жарьте. В общем, да. Будем решать, что делать. Лёрт там чём-то курит. Тоже три минуты я болдаю. Он уже три минуты курит. Как можно курить в такую жару? В общем, да. Увидимся с вами позже. В общем, ребят. Вчера я вам не засняла, что мы в итоге делали. Мы в итоге пошли ночью на фильм. Где-то 12 ночи на Короле. И фильм очень неплохой. В принципе, полностью то же самое практически, что и в мультике. Но в фильме была более яркая, не яркая, более красивая картинка, более реалистичная. Ну, логично. Я даже изначально не поняла, как это всё можно было нарисовать. Как это можно сделать такую графику. И сейчас мы собираемся и едем на море. Вот я уже сложила вещи. Жирок мой. Да. Так что, не знаю. На море вряд ли буду снимать, потому что почему-то туда приходим, начинаем загорать. Через час уходим, кушаем и уезжаем домой. На море у нас надолго не получается идти. Так что, вот так вот. И я почему-то так хочу спать. И, наверное, возьму с собой либо книжку, либо учёбу. Потому что мне там заняться нечего. В телефоне на море я не люблю сидеть. Так что, да. Темп. Куда мы едем? Ну, наверное, уже все скалы, куда мы едем. Куда мы едем? Куда мы едем? у меня рука трясется не знаю почему я чуть-чуть позанималась почитала книгу две страницы позанималась две страницы почитала мне хочется спать поэтому думаю я бы спать засидеть в телефоне смотри по ходу весь мусор с пляжа собрали сделали такой мусорный шар максимально короче очень прикольно цветное здесь пляж расследит как вы видите а здесь он полупустой мы были на полупустом я не люблю теперь гоняй ну как да и нравится не знаю почему решила заснять вам что я купила на работу вообще-то я не успеваю завтракать последнее время вот какие у меня два сока мультифрукты яблокара нас это конечно же не полезно это просто сахар ставим в сторонке сыр литовский очень жирный на самом деле такой нельзя есть но из-за того что я сегодня идем тренировку я его буду есть 45 процентов что это дофига надо 5 процентов сыра брать и хлеб ржаной как можно тверже как бы он должен быть мягкий потому что новый но и как можно чтобы между хлебинками было меньше расстояние вот этот минский очень вкусно насколько я помню и молоко однопроцентное как можно меньше жира будет круче жир выводить тяжелее чем те же даже как они на русском называется углеводы углеводы это принципе нам дает энергию короче вот то что я ем на завтрак сладкие завтраки я не знаю почему ну просто мне это не нравится мне я не могу утром есть сладкие завтраки чаще всего иногда люблю но очень сегодня у моего котик один рождение я хочу вот поздравить тоже к сожалению меня не отпустили с работы я не могу к нему поехать но я не заказала компанию с шарами не должна это сделать пока он будет на работе он не сказал тоже не приезжать потому что он все равно будет работать до вечера и как бы он не хочет ничего праздновать и скорее всего на выходных он тоже не хочет праздновать но зайчик моя тебя поздравляю желать всего самого лучшего я благодарна судьбе жизни богу вселенной такому еще за тебя ну я не знаю мне даже началось признаться это говорить потому что ты знаешь как я сильно тебя люблю и все у нас будет хорошо и мы вместе пройдем все тернистые и не тернистые пути и я тебя очень люблю все смотрите как у меня обычный прикол с носом идем такой большой как-то кривой и потом его вставляю обратно и он уже нормальный и более высоко находится я не знаю как это объяснить то по ходу у меня слова но то есть не по ходу у меня сломанный нос уже с детства лет спяти когда мне сестра за ноги дернула и я прям лицом об асфальт ударилась да вот такие были истории чем меня все детство был маленький носик а сейчас как бы нет но мне пофиг типа я раньше хотела сделать ринопластику а сейчас я такая типа нет я хочу сделать губы очень не знаю хотя типа вот сейчас смотрю нормальная губа но я хочу принципе это гео не знаю как правильно называется это кислота не а силиконом гиду ира в войне короче поняли кислотой она выходит за год за полтора так что я очень хочу ее сделать посмотреть принципе как это на моих губах силикон я точно не буду делать на губы ну вот для меня без вкусица и они реально как вареники у тебя выглядят а именно с этой кислотой они пухлые натурально пухлые хотя и не натурально ну короче но у меня не то чтобы губы вот так вот как у некоторых людей и я знаю таких людей вот им бы точно я взделал такое маленькие но и хотя бы видно короче у меня поломался компьютер поэтому не знаю как я буду редактировать влоги точнее редактировать знаю как как их буду отправлять потому что на моем компьютере просто не открывается браузер никакой никакого интернета с моего компьютера нельзя зайти поэтому а видео у меня много так что буду думать как это все сделать ой прикольно что тут устроились смотрите как круто сделали у нас здесь про мадгане там какие то правда а это мыльные пузыри тут с бассейном для малышей тут тоже горочка для малышей ну тут в принципе все для малышей но посмотрите и эти две горки такие большие короче блин молодцы круто мне очень нравится интересно когда это начнется и там будет пенная вечеринка а я на работу я и на работу я и на работу попробую вот привыкли вот здесь но